БТРы на городских дорогах, ликвидация условных террористов и солдатская каша на десерт. В Кенеле с размахом отметили столетие Красной Армии. Декрет о ее создании был подписан 15 января 1918 года по старому стилю. Для современной России это не просто дата в календаре, а точка отсчета, с которой началась история вооруженных сил нашей страны. Какие технологии и техника стоят сегодня на страже безопасности россиян, жители и гости Кенеля смогли увидеть своими глазами в минувшие выходные. Анна Ивахина подробнее. Тяжелая техника на улицах города. Уже с самого утра к центру Кенеля стягивались военные машины, вызывая удивление взрослых и восхищение местных мальчишек. На главной площади по армейски стройными рядами выставили образцы вооружения, как раритетного, так и современного. Не только посмотреть и сфотографироваться, забраться внутрь, покрутить рычаги, нажать на кнопки. Разрешалось все. Открывается. Тут же можно было примериться к стрелковому оружию века 20-го и 21-го. Можно подержать? У меня тут. Это тоже предмет. Складной приклад. Я знаю. То есть он может складываться и вести стрельбу уже из такого положения. Как работают профессионалы с оружием и без, показала в своем выступлении группа спецназа прямо на главной площади Кенеля. Столетие Красной Армии – это не просто дата в учебнике истории. Это точка отсчета, с которой берут начало вооруженные силы современной России. Под удивленные возгласы на площади словно из ниоткуда возникли люди с автоматами. Их лица закрыты платками. Это условные террористы. Одна из главных угроз нашего столетия. Они, значит, выдвигаются, осуществляют разведку, что в районе, по которому у них пойдет колонна, нету никаких войск и возвращаются. Но участники бандформирований контролировали территорию недолго. Российские вооруженные силы вступили в бой. Именно такая тактика и такая техника используются при ликвидации террористов в реальном бою. Эта реконструкция от легенды до мельчайших деталей взята из жизни. Разве что финал пришлось немного приукрасить. Нам очень понравилось. Очень гордимся нашей армией. И самое главное, что она может защитить будущее наших детей. У нас просто нет слов. Настолько эмоционально, настолько красочно и красиво. Не знаю, я вот на руках. Он просто не отводил глаз. Это было очень, очень круто. Да, мы первый раз на таком празднике. Нам понравилось. Шикарно. Завершающим аккордом народного праздника стал горячий чай. Это пришлось очень кстати. Погода стояла морозная. И настоящая солдатская каша, приготовленная на полевой кухне. Анна Ивахина, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.